Несколько районов на Ямале зальют хлорной известью из-за сибирской язвы. Так будут бороться с распространением болезни. Кроме того, в регионе проводят вакцинацию оленей, от которой раньше отказывались. При прибытии на место МЧС разворачивает палаточный городок. В специальной зоне спасатели в защитных костюмах приступают к обработке нартов. Это специальные сани, а также дезинфицируют олени упряжки, топоры и ножи. Сами жители также проходят дезинфекцию. Всю их одежду спасатели тут же сжигают, затем проводят медицинские осмотры и обработку. А на выходе им выдают новую одежду. Все задачи, которые были поставлены в нашей аэромобильной группировке, выполнены в полном объеме. Вместе с тем мы не прекращаем свою работу, планируем дальнейшее наращивание усилий по специальной обработке лениводов. Сегодня мы отработали две стоянки лениводов, провели санитарную обработку. Мы остановили еще один городов жизнеобеспечения на 58 человек. Вспышка сибирской язвы на Ямале произошла впервые за 75 лет. Как итог, более 2,5 тысяч животных погибло. У 24 жителей Тундры подтвердился диагноз. Даже скончался 12-летний подросток. Как стало известно Лайфу, чтобы впредь не допустить такой масштабной беды, Минсельхоз России разработал специальное руководство к действию. Его изучил Ким Андреев. Сибирская язва – болезнь опасная. Страдают ей в основном животные, но может заболеть и человек. Вирус поражает кожу, кишечник, легкие. Происходит это вот по такой схеме и может проникать опасная инфекция даже в кровь. В Минсельхозе подтверждают. Возбудители болезни чрезвычайно устойчивы. Не погибают в разлагающемся трупном материале. Годами сохраняются в воде, а десятками в почве. В ход пускают даже химикаты. Например, 1% раствор фермальдегида, ну или 10% раствор едкого натрия. Такая гремучая смесь сможет убить возбудителя сибирской язвы через 3 часа. А 10% раствор хлорной извести справится с той же задачей и вовсе за несколько минут. И все-таки к такой масштабной вспышке не были готовы. Биологи оправдываются, что якобы не смогли предугадать, что аномальная жара ударит по крайнему северу. Победить болезнь моментально тоже не смогли, помешала труднодоступная тундра. Сюда, на полуостров, достаточно сложно привезти необходимую технику, корюче-смазочные материалы, ну и, конечно, дезинфицирующие вещества. Сначала нужно доехать до Нового Уренгоя и только после этого на вертолете уже до полуострова. В Минсельхозе предлагают по старинке вроде бы уничтожать трупы северных оленей, но при этом использовать особую новую методику. Жигать при высокой температуре. Использовать бензин, керосин, ну или какие-то другие горючие материалы. Кроме того, нужна именно высокая температура, потому что только сухой жар от 120 до 140 градусов по Цельсию способен уничтожить за 4 часа сибирскую язву. Можно, конечно, прокипятить источник опасной инфекции, но в условиях Крайнего Севера сделать это будет, конечно, крайне проблематично. Ну и, наконец, почва, где обнаружили, а также сожгли заболевших животных, чиновники из ведомства Александра Ткачева советуют ее обрабатывать. Причем не точечно, а с остатками золы, что интересно, в радиусе 2-3 метров вокруг. Обеззараживать землю необходимо также специальным раствором 5-10% хлорной извести. Той самой хлорки, которая известна нам в быту. Из расчета 10 литров на 1 метр квадратный. Ну а спустя час важно перекопать эту землю снова и вновь добавить уже теперь сухую хлорку. Ученые доказали, споры сибирской язвы хранятся в почве до 80 лет, а есть версии, что и вообще до 400. И вот, чтобы копая огород на своей новой даче, не найти нежданный такой ящик Пандоры, в Минсельхозе предложили места уничтожения трупов обозначать с помощью GPS с обязательным указанием точных координат долготы и широты. Чтобы уже после сразу стало ясно, какие места потенциально опасны. Как это случилось на Ямале в этом году или, например, в Свердловской области в далеком 79-м. И вот, чтобы никто, ни животный, ни человек случайно не заболел, не стал уничтожением. Зараженных оленей в Минсельхозе настоятельно советуют огородить колючей проволокой. Причем на высоте не менее полутора метров. А по периметру поставить вот такие предупреждающие таблички. Осторожно, сибирская язва. Субтитры создавал DimaTorzok